МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько инженера не обольщай, он всё в чертёж смотрит. В эфире студенческая А7. Здравствуйте! Кстати, утверждают, что любой инженер при желании может стать поэтом. А вот поэт стать инженером, увы. Ты не прав, Максим. Например, Жюль Верн был по образованию юрист, но при этом обладал энциклопедическими познаниями в области физики, химии и математики. Это исключение только подтверждает правила. Кстати, о правилах. На заре зарождения профессии все инженеры работали над изобретениями, исключительно военного назначения. Тот же Архимед, как бы сегодня сказали, тесно сотрудничал с военно-промышленным комплексом города Сиракузы. И лишь значительно позже появились гражданские инженеры, которые занимались строительством железных дорог и мостов. У нас в ЖГТУ готовят и тех, и других. Огромные ресурсы, вложенные в обновление ОПК и перевооружение армии, станут локомотивом, который потянет за собой развитие самых разных отраслей экономики страны, подчеркнул в одном из своих программных заявлений президент Путин. Сегодня можно продолжать до хрепоты спорить, но факты налицо. Предприятия оборонки стали постепенно возрождаться. Пусть медленно и болезненно, но процесс пошел. В условиях растущего усиления позиции оборонно-промышленного комплекса страны, вопросы подготовки квалифицированных кадров для предприятий оборонки стали приобретать ключевое значение. Представители технических вузов страны и профильных министерств обсудили проблемы взаимодействия учебных заведений и предприятий оборонки. Впервые за много лет был четко сформулирован вопрос, какие специалисты нужны оборонке с завтрашнего дня. Предприятия действительно испытывают потребность в специалистах. И эта программа помогла эту задачу в определенной степени решить. То есть, если говорить, там, седьмой год, и сейчас уже, ну, двенадцатый-тринадцатый, то на предприятиях утолен первый голод на специалистах. Для технического университета имени Калашникова это открыло новые горизонты развития. Вуз одним из первых получил государственный заказ на подготовку специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сегодня в стране 53 вуза готовят специалистов для оборонно-промышленного комплекса. А это немногим более пяти тысяч целевиков. Специалисты утверждают, что это существенно меньше реальной потребности предприятий в кадрах. Значит ли это, что на заводах разучились считать? Так было доведение системы подготовки кадров по гособоронзаказу. Что же изменилось? И есть ли сегодня на предприятиях четкое понимание, сколько и каких специалистов им необходимо? Конечно, ясность есть очень четкая. Прежде всего нужны специалисты именно технического направления, то есть конструктора, технологи. То есть речь же идет не просто о вооружении армии, а о перевооружении армии более новым совершенным оружием. Это требует, естественно, разработки новых образцов. Разработка, в свою очередь, потянет освоение изделий в производстве, то есть технологи очень нужны, ну и так далее, естественно, организаторы производства. Сегодня сложилась практика, когда выпускник технического вуза не начинает, а продолжает свою трудовую деятельность на предприятии ОПК, на которые пришел, как правило, на втором-третьем курсе. Нужно иметь в виду, что на заключительной стадии учебного процесса, на уровне курсовых и дипломных проектов, они уже работают на этих предприятиях, к которым, будем говорить, прикреплены, и выполняют дипломные курсовые работы по тематике этих предприятий, что дает им в дальнейшем возможности работать там уже, которые по своим, значит, как бы втянуться в русло проектной работы, технологической работы этих предприятий. Совмещение обучения вузе с работой на предприятии способствует адаптации под конкретное рабочее место, и выпускник с опытом работы, уже имеющий представление об условиях труда, перспективах профессионального роста, как правило, остается на предприятии. Вот идешь по отделу, и, значит, более, основную массу личного состава составляют именно молодые студенты. Многие из них уже работают на должностях начальника бюро, то есть ведут прямо, значит, целые темы по разработке образцов оружия. В 2013 году 90% целевиков, направленных на обучение в Технический университет ижевским электромеханическим заводом, вернулось на предприятие. И это считается очень хорошим показателем. В феврале предстоящего года на машиностроительном факультете состоится первый выпуск специалистов-оружейников по линии гособоронзаказа. Среди них Никита Назаров, который, будучи студентом 6-го курса, уже назначен начальником бюро конструкторско-технологического центра концерна «Калашников» и начальник бюро теоретических исследований того же предприятия Лев Фитилев. Я не думаю, что я отличаюсь от других чем-то студентов. Просто оказалось, что мы нужны вместе, нужное время. В нынешнем учебном году на приборостроительном факультете по линии гособоронзаказа приступило к обучению более 80 человек. А всего на факультете для предприятий оборонки готовится более 140 специалистов. По линии оборонзаказа все-таки у нас более плотный контакт с предприятиями. Во-первых, они их берут охотно, даже просто обязанно, они берут их на практику. Ребята там уже знакомятся с предприятием, проходят подготовку, они подготовлены к решению дальнейших задач. Тематика выпускных работ, ну пусть не 100%, но тоже предприятие им дает. Дальше, значит, на старших курсах они уже работают на должности техников, то есть предприятие их подтягивает к себе. И в этом смысле их подготовка отличается, может, не сильно, но отличается. И все же следует признать, что ситуация пока далека от желаемой. В период набора нынешнего года предприятия ОПК Республики не справились с планом набора своих целевиков. Все еще сказывается демографический провал последних десятилетий, а лучшие выпускники школ по-прежнему отдают предпочтение более престижным вузам. Если посмотреть на средний балл ЕГЭ, поступающих по оборонзаказу, он на 3-4 балла ниже, чем поступающих по общему конкурсу. И это, конечно, нас не очень устраивает, поскольку есть направление подготовки, где у нас 100% абитуриентов поступают только по оборонзаказу. И, следовательно, дети с высоким баллом ЕГЭ, идущих по общему конкурсу, не могут попасть к нам. Однако следует подчеркнуть, что система подготовки кадров по гособоронзаказу значительно снижает отток абитуриентов в престижные вузы и способствует восполнению кадрового состава предприятий ОПК собственными специалистами. Когда поступаешь в ЖГТУ, у всех равные условия. И единственное, чем я отличаюсь, это то, что я поступила по оборонзаказу. То есть предварительно заключила договор с предприятием «Аксион» и, так сказать, с помощью них поступила. Но не с помощью них. Конечно, благодаря своим знаниям, но с их поддержкой, так сказать. Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей. Юрий Висбор. Ну, насчет Енисея я не в курсе, а вот ракеты наши выпускники действительно делают. И неплохо, надо заметить. При выполнении плана набора абитуриентов для оборонки стала очень важная задача – мотивация студентов на обучение. Тогда же пришло понимание того, что нужно активнее вовлекать студентов в научно-практическую деятельность, больше знакомить их с предприятиями, с производством, принимать меры материального стимулирования наиболее успешных и ответственных целевиков. Те, кто, так сказать, не мотивирован, их уже нет. Они отчислены, да. Они как-то быстро отсеиваются. А остаются ребята мотивированные, которые стараются что-то узнать. Конечно, не все получается, может быть, чего-то, знаний, может, не хватает школьных. Но в целом они потом вписываются в наши вузовские программы и на выходе довольно хорошие показатели демонстрируют. Новый федеральный закон Российской Федерации об образовании, который вступил в силу с 1 сентября 2013 года, предусматривает ряд новых положений, существенно повышающих эффективность работы по подготовке кадров для сферы ОПК. Прежде всего он допускает создание базовых кафедр и иных структурных подразделений вузов непосредственно на предприятиях. Это не так часто распространено было. Вообще законом это не разрешалось. Старым новым это разрешается. И теперь это просто еще и следствие того, что сами предприятия превращаются постепенно из серийных заводов, в заводы, которые имеют научную составляющую, систему разработок. И вот тут они сами чувствуют, что они тоже должны под себя готовить кадры. Лидеры у нас Аксион, это ижевское предприятие Аксион, Купол, ЕРЗ, Ижевский радиозавод. В ходе недавнего визита в Ижевск вице-премьер России Дмитрий Рогозин на встрече с преподавателями и студентами ЖГТУ недвусмысленно заявил, актуальной задачей по резкому увеличению качества инженерно-технического состава российской оборонки не ослабевает. В соответствии с новым законом образовательный процесс технического университета был скорректирован и направлен на практическую и прикладную научно-исследовательскую работу с предприятиями ОПК. В рамках подготовки специалистов по гособоронзаказу на базе Акционерного общества концерн «Калашников» начала функционировать базовая кафедра системы вооружения. И это не единичный пример. Уже созданы базовые кафедры технического университета на акционерном обществе «Аксион Холдинг» и «Сбербанк России» в Институте механики и физико-техническом институте Уральского отделения Российской Академии наук. На акционерном обществе «Ижнефтемаш», который входит в группу компаний «Эримера», создан учебный корпоративный центр «ИжГТУ» имени Калашникова по подготовке специалистов в области нефтяного машиностроения. Реализован совместный проект технического университета и акционерного общества «Эликонт» по организации высокотехнологичного производства конденсаторов нового поколения. В планах создания базовой кафедры совместно с Федеральным управлением по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. Появился механизм базовых кафедр. Студенты, обучающиеся на этой базовой кафедре, будут проходить более, что ли, организованной практики. Далее будет сформирована, уже сформирована дополнительная образовательная программа, согласованная с конкретным предприятием. И они будут больше немножко учиться и получать еще и сертификат о повышении квалификации сразу. Применяются и иные формы стимулирования студентов, обучающихся по программам гособоронзаказа. Ко времени окончания бакалавриата почти все студенты, так или иначе, задействованы в производственном процессе и получают зарплату. Наиболее перспективных молодых специалистов зачисляют в кадровый резерв для замещения руководителей начального и среднего звена предприятия, а при зачислении в штат выплачивают подъемные и берут на себя расходы по найму жилья. В ходе недавнего визита руководства концерна Калашников в технический университет прорабатывался вопрос о развитии материально-технической базы машиностроительного факультета. Приятно, что при организации концерна руководство обратило внимание прежде всего на подготовку кадров. В одном из интервью российскому журналу «Ректор ВУЗа» профессор Якимович отметил «Радует, что мы находим понимание у руководства промышленных предприятий республики. Со многими ИЖГТУ связывают тесные партнерские отношения, в их числе ижевский мотозавод «Аксион Холдинг», ижевский радиозавод, ижевский электромеханический завод «Купол», «Водкинский завод», «Завод Эликонт», «Чепецкий механический завод», «Акционерное общество» и «Жнефтемаш». Инженеры этих предприятий по праву считаются золотым фондом российского оборонно-промышленного комплекса. Когда вам скажут, что у нас в России гораздо создавать только оружие, не верьте. Одна только русская печь чего стоит? Это же шедевр инженерной мысли. Или вот, например, известный во всем мире автоконцерн «Цитроен». Его в конце 19 века создал одессит Андрей Цитров. Благодаря гению киевлянина Игоря Сикорского произошло установление знаменитой американской авиакомпании «Пан Американ». А основателями Голливуда, которым так кичатся американцы, стали братья Шенк из российского провинциального города Рыбинска. Так что дайте нам нынешним и будущим инженерам точку опоры, и мы перевернем весь мир. Пойдем искать точку опоры. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова